Добрый день, Армас из Дар, Миндюх. Меня зовут Арман Румхамбетов. Как меня назвать? Общественный деятель, просветитель, телеведущий. Сам себя я называю пропагандистом культуры великой степи. Сегодня мы беседуем с Максимом Циденовым, представителем Калмыкии. Я думаю, он сам себя назовет, как он хочет. Максим? Меня зовут Максим, фамилия моя Циденов, и я калмык. Ну, наверное, все. Хорошо. Ну, мы рады в любом случае любому калмыку без титулов, без званий. Ну, я наслышан лично о Максиме очень много, видел его видео в Ютубе. Человек очень активный, болеет за судьбу своего народа, разбирается в истории и готов и открыт к диалогу, контакту с другими кочевниками, в первую очередь с казахами. Поэтому я давно хотел пообщаться, с удовольствием поговорим. Я думаю, если Максим не против будет, обсудим три главные темы, волнующие всех нас. Это, во-первых, общее у наших народов, наши исторические судьбы, так скажем, в том числе, откуда берутся вот эти негативные влияния, откуда появляется сетевая в основном вражда, потому что в реале я не слышал. Это между казахами и калмыками. Второе, что очень интересует, это текущая в целом ситуация наших народов, касающихся всех кочевников великой степи. То есть понять, где мы находимся, что происходит вообще. А происходит что-то очень важное, это мы все понимаем. И третий вопрос, хотелось бы обсудить вообще, что делать, соответственно, как нам дальше жить. Поэтому хотел бы спросить, в первую очередь у Максима, вот у тебя какой опыт вообще общения с казахами, что ты заметил общего или какие-то различия. Давай порассуждаем на тему. Будем исходить из моего последнего общения с блогером, я вот знаком с одним из блогеров, интересный парень, честно забыл, как его зовут. Диас, Диас. Диас, Диас, да. Он как-то мне написал, говорит, давай поговорим, и в общем мы провели интересную беседу. Но я вообще не любитель разговаривать на такие темы, ну, когда задевают там что-то историческое, потому что я не профессионал в этой деле. И для себя историю я познаю, чтобы иметь фундамент. То есть получить тот необходимый фундамент, те необходимые знания, опору, если хотите так сказать, да, для дальнейших моих действий. То есть я всегда себя сравниваю, например, с теми великими, да, нашими и чаще всего там общими потом предками. Они были такие, они поступали так, они сделали так, было время другое, было там так-так-так-так. То есть меня интересуют именно вот эти вот аспекты человеческие, которые у нас сегодня в Калмыках ассимилированы. Мы из-за большого влияния старшего брата на нас, да, очень сильно ассимилировались, потеряли свои традиционные моменты и вот такие вот вещи. И я для себя решил, что нет человека, нет у человека будущего без прошлого. И начал ковырять, начал узнавать, начал, ну вот я же говорю, для того, чтобы создать для себя базу, на основе которой я могу идти вперед, не обращая внимания ни на что. То есть зная, что за мной когда-то были люди намного сильнее нас, а судя по вообще теории развития, каждое поколение должно быть лучше предыдущего, также каждое поколение лучше предыдущего, тогда идет развитие. А у нас получилось, что, может быть, в прогрессивном плане мы выросли, но в духовном плане мы утеряли, мы стали меньше. Все больше и больше соседних народов говорят о Калмыках, Калмык обмельчал. Хотя, например, даже о наших дедах такое не могли позволить себе, ну, не один сосед вокруг нас. Вокруг нас один из-за кавказцы, и вот сегодня вот даже говорят так. Ну, я считаю, что это вот как раз-таки связано с потерей именно духовной составляющей. Мы стали забывать, какими большими родами мы жили. И когда вот я, например, сегодня должен был представиться правильно, ну, вы знаете, я ищу сейчас свой род, я должен правильно вам представиться, какого я рода, там, так, 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 и пока я вот все это скажу, и скажу, чей я сын, представляете, сколько человек становится за моей спиной. И как я могу их подвести там, да, в дальнейшей жизни, шагнуть влево или вправо. Я подставляю огромное количество людей, которые были до меня, сделали определенные вещи, чтобы появился наш свет я. И вот как-то вот так я делаю, ну, в смысле, для этого я узнаю историю. И поэтому, если буду немного путаться в именах или в датах, я прошу там не обращать внимания, ну, зрителям, правда, обращаю внимание, не обращать внимания, вы там сразу не фейтите меня, просто мне была всегда важна более суть передачи вот именно даже с тех же столкновений, почему, для чего, из-за чего, вот, как это вышло из этого момента. Потому что сегодня уже время не то, совершенно не то. И военное, там, твое мужество, оно не всегда нужно на самом деле. И, можно так сказать, было время, когда сильные были наверху. И поэтому, конечно, сильные именно физически, там, да, они были наверху. И вот момент мы упустили, прогрессивную часть забыли, и вот как-то мы сейчас сегодня внизу. И сегодня нужно быть сильным в других областях. То есть, когда в наших народах, опять же, может быть, повторюсь, когда в наших народах появится такой человек, как Илон Маск, у которого нет ограничений. Вот он, да, наверное, как вот я, наверное, могу сказать, неонамат, прям, пусть он, да, там, крови в нем нету, кочевой, но для него нет ограничений. И планета на сегодняшний день для него не зона его мыслей, не зона его действий, не зона его компетенций, я не знаю. Вот когда в нашем народе появится такой человек, я буду говорить, что вот мы начинаем движение от взяв. Ну, а пока, пока вот, пока-пока есть. Ну, я чувствую, ты рассказал уже все, что мы обозначили, все темы, которые мы думали. Можно, конечно, сказать, да. Да. Ну, все-таки мне очень понравился вот этот подход твой, что историческое больше именно в человеческом плане для тебя важно. Это очень правильная позиция. Почему? Потому что в любом случае, как бы мы не изучали историю, мы, во-первых, не академики, вот здесь с тобой, да, сидим. Мы никогда не будем разбираться в тонкостях, там, каждой битвы, каждого похода, имена, даты. Это все равно не сохранится у нас в уме. Это неважно. Важна другая составляющая, именно человеческая. Почему? Потому что человечность, казахи говорят, Адам Гершлек, это высшая духовная ценность кочевников. То есть в любом случае ты реализуешь через свой принцип сейчас древний устой наших предков. Поэтому я это очень приветствую. И именно с точки зрения человеческой. Хорошо, не будем закапываться в историю, хотя я могу это прокомментировать, да, но все-таки попробуй вспомнить, все-таки контакты с казахами же были, вот человеческие. Самый яркий пример наших контактов у нас практически везде, во всех родах, есть род Хазгут. Хазгут – это, ну, как бы казахи на калмыцком языке. То есть есть легенда, где казахи когда-то уходили и начали вот с этими людьми, их приняли в род, и они женились на этих девочках, остались. И вот от них уже большое-большое количество людей родилось. Они дали большой калмыцкий род, который называется казахи. Понимаете? То есть я, например, сегодня люди, и вот это, наверное, мое мнение, мы сегодня смотрим на наши проблемы с точки зрения сегодняшней границы, с точки зрения границы Казахстана и Калмыкии. А в те времена была одна большая степь, и я не думаю, что кто-то говорил, вот просто был род, да, и там какие-то там у него. Я не думаю, что, да, у них возникали вопросы, возникали там столкновения на этой почве. Но я имею в виду до появления границы, когда мы начали уже амбиции перевешивать, то есть какие-то материальные вещи на себя накладывать. Не просто обитать, как вот и наши религии говорят, нужно просто жить в гармонии с природой. А мы начали выходить за пределы нашей системы, начали бороться, говорить там, проявлять больше внимания своему эгоизму, я так думаю. Из-за этого начали появляться границы. А вот, пожалуйста, я же говорю, в отношении к казахам у вас есть такое выражение, как на наши, да? Нагаши – это родственники по маме, да? И считаю, что калмыкии Нагаши, так же? Однозначно. Если я не ошибаюсь, один из великих сынов вашего народа, Абулай хан, был женат на калмычке, был сыном калмычке. Вот так, да? И… Он не один. Там целая периода ханов, батыров. Я потому, что, в смысле, вот значимая фигура. И это говорит же о… Ну, вот о очень тесном росте. Ну, в смысле, возможно, в дальнейшем. Вот я, например, считаю на сегодняшний день, что калмыкии приняли буддизм все-таки из-за того, что вот у нас не было прямой ветки чингизидов. И для организации государственности на основе определенной вещи, да, сильной, которая могла объединить, это стала религия буддизма. И поэтому Далай-Лама уже там… И вот из-за этого. То есть, а наши, вот, например, современные праздники, которые вот связаны с буддизмом, они все же, это все наши языческие праздники. Просто, я так понимаю, буддизм плавно-плавно переплелся с нашими языческими праздниками. То есть, настолько народ был силен, что, приняв чужую религию, мы не потеряли свое, а вшили в религию все вот эти вот традиционные моменты. Получается, люди роднились и объединяло их не религиозный аспект, а вот традиционный, бытовый, вот, укладки. Кочевые народы жили, кочевые их были. Ну, чаще всего вместе, где-то что-то ругались. Но это как в одной большой семье. У нас же большие семьи, там, по тысяче человек. Вот мы же можем два брата ругаться. Мы можем десять лет не разговаривать с друг другом, а потом прийти, обняться на свадьбе у внуков, да? И все, и дальше опять снова всю жизнь. Это примерно вот, я вот воспринимаю примерно вот так. То есть, да, ну, в масштабах народа. Когда-то жили вместе, поругались, разошлись, снова сходились, перенимали у друг друга культуру. Кто-то жил севернее, получался там за счет морозов немножко крепче. Кто-то южнее за счет жары был немножко эмоциональнее. Ну, вот как-то вот так вот. И за счет вот этих вот процессов мы вот и сегодня существуем такие, какие мы есть. Ну, мне очень понравилось, Максим, как ты привел проблему границ. Границы нас как бы разделили, и это прямо противоречит, кстати, мировоззрению качельников, которые, ну, не знали границ, да? Какая граница, ты на коня сел и ускакал уже на другом конце континента. Ну, вот проблема в том, что получается так, что границы провели не только на картах. Границы провели у нас в головах. И когда, скажем, сюда пришла Россия, она пришла, воспользовавшись падением Джунгарского ханства, которое было разгромлено, мы знаем, да, манчи, манчжурами, во главе Китая. Они пришли сюда, и по старой, вот еще до того был заложен этот принцип колонизации, и он продолжается по сей день. Мы видим, в Карабах вошли миротворцы, да? Эти ребята всегда называют себя спасателями, спасителями, и насаживают свою имперскую волю. То есть они пришли сюда и сказали, так, ребята, вообще-то мы вас спасли от Джунгар, хотя ни одного факта нет участия там русского солдата на стороне казахов в этих войнах, да? И они начали эту тему раздувать, а потом советская власть пришла, и эту тему прям вот усиленно начала вдалбливать. Стали появляться фильмы. Это я объясняю калмыкам. Вы знали, что народ, почему вот казахи вот так враждебно иногда у вас там комментируют, то есть это не потому, что они вас ненавидят. Просто потому, что еще со времен Российской империи возникла эта идеологема, это не факт исторически, что Россия нас спасла, а враги на самом деле Джунгары. Соответственно, Советский Союз подхватил эту пропаганду, и затем вообще произошла глупейшая вещь, я считаю, когда казахи, мы вот Казахстан получил независимость, и внезапно, ну, нужна же своя какая-то вот, своя идеология нужна, да? А для идеологии что нужен? Нужен враг. Вот кого выбрать врагом, да? Там узбеки, здесь кыргызы, здесь Россия. Ну, естественно, мы не могли назвать Россию врагом, да? По понятным причинам, да? Китай, ну, естественно, еще такая же громада. А узбеки, ну, как бы обидятся, да? Кыргызы обидятся. А, Джунгары! То есть эти ребята не пришлют ноту протеста, да? И напишут там гневных писем. А где джунгары? Ну, их нет. Все, давайте, джунгары враги. И понеслось, понимаете? Вот каждый день там лепят-лепят что-то там, джунгары тот, джунгары сё. Книги, фильмы, конференции, там, казахский народ выжил, а при этом этом оккупация, геноцид, вот такое все. То есть от небольшого ума, во-первых, во-вторых, от отсутствия реальных исторических знаний и в то же время от необходимости того, что какой-то патриотизм надо развивать, да? Они просто взяли старые советские кальки и начали штамповать. Поймите правильно, народ ни при чем. Когда тебе с детства, вот представьте, 30 лет, уже вот 30 лет ребятам, которые родились после независимости. И он уже взрослый, состоявшийся человек, и он с детства только слышит про джунгар. Понимаете? Поэтому народ здесь ни при чем. Мы разъясняем людям здесь казахам, нет такого, что там это враги. Совсем не так было. И роднились, и женились. Да, воевали. А с кем не воевали? Со всеми. Да. Поэтому вот эта проблема абсолютно внешняя, абсолютно искусственная. И то, что сказал, границу провели там на карте, границу в голове у нас провели. И поэтому, если мы реально считаемся умными людьми, хотим разобраться в истории, нам нужно все больше и больше изучать, изучать и посмотреть с той стороны. то есть не только вот то, что нам вот кино показали, фильмы, книги, но пойти вот пообщаться с Калмыком, да, вот Диас, который тебе, на тебя вышел, вы пообщались, отличная беседа. Ну, почему нет? Вот я со своей стороны хочу, если позволишь, добавить в плане человеческого, да, когда я оказался в Элисте в первый раз на Уйрат Тумен приехал, снимал программу там впервые. И я просто взгляд со стороны могу привести. Со мной был оператор, русский парень, далекий от наших всех этих делишек. И когда мы вернулись уже после съемок в Астану, его спрашивают наши ребята, продюсеры, они казахи, типа, ну как там, как там, кто, как они калмыки? Всем же интересно, я как бы в логово врага, понимаете, приехал. У него спрашивают, он говорит, да, говорит, те же казахи, только именно русские. Он не увидел никакой разницы, понимаете? Вот этот момент, и что меня поразило еще больше всего, среди прочего, то, что там гостеприимство тоже самое. То, что вот пошутить, да, поприкалываться, да, это запросто наше. И то, что вот простые в общении открытые, но если там перейдешь какую-то грань, не дай бог, порвут, да, вот это все общее наше, это понятно, это все, в принципе, можно вот в книгах почитать там, или через общение постигается. но в какой-то момент, но в какой-то момент ко мне там привели, познакомили меня с тремя ойратами из Синьцзяня. Это из Китая ребята, которые у вас там учатся языку, что-то такое. ходят втроем, значит, говорит, ну вот познакомься эту эйраты с Синьцзяня. Ну, я по привычке, а я говорю, а на каком языке с ними разговаривать? Я по-китайски не знаю. И один мне говорит, ага, представляешь, они чистейший казахский, да, все втроем. Не просто вот знают язык, да, я могу выучить несколько слов по-калмыцки и буду выпендриваться, но они знают всякие нюансы, понимаешь, которые вот только человек в среде, даже шуточки всякие, понимаешь, я такое наслаждение получил от общения, и в этот момент я понял, не было вообще никаких проблем в общении. Тот же Аблайхан, зафиксировано, он писал письма на уйратском языке. Да, конечно. Если надо было, казахи говорили на уйратском, уйраты говорили на казахском, никаких проблем не было, границы. Это вот как сегодня можно там сравнить, у нас, например, есть районы, где, вот Лаганский район, там очень большое количество казахов живет, ничего там, их не отличить от калмысцев, живут там и все нормально. Я думаю, это было заметно, когда был перелом, я этот канал уже веду довольно-таки долго, в интернете сижу, и какое-то время под моим видео всегда появлялись некие с такими именами, как ты, там, Арманы, Жаргалы, ну, Арманы там, да, и они писали всякие разные нехорошие вещи, да, и потом, в какой-то прям вот определенный момент, я вот, не знаю, ну, года, наверное, три назад, комментарии диаметрально изменились, то есть люди, прям, я увидел, что люди действительно впервые видят человека внутрь, и они удивляются, насколько мы все схожи, насколько наши проходят праздники так же, как и ваши, там, да, как одинаковые все люди сидят, вот, даже современные, вроде в разных местах живем, да, ну, вот, какие-то такие вещи, и потом я начал думать, почему это так, да, для себя решать, ковырялся, ковырялся, и увидел, что в сети начало появляться все больше информации, которые ближе, ну, я не хочу говорить к истине, да, но, по крайней мере, к тому, что я знаю, и считаю, что это пока, например, для себя я не привел каких-то определенных, там, противоречий, пока я считаю, что это правда, то есть я же не глупый человек, я не упираюсь, как дурак, в рот все, и вот, это вот мое, и все, нет, пока я считаю, что вот так, противоречий не нашел, но пока вот так вот. Ну, эту линию, если продолжать, то здесь, вот на том месте, где я сижу сейчас, была тоже частично, Джунгария, старший жут наш, некоторое время входил в состав империи, в Джунгарской, и нормально, как бы, себя чувствовал, здесь очень много попонимов, да, уэрацких, Буралдай, Каскелен, да, кстати, Каскелен, вообще интересно, этого парня звали Гелен, именем Батыра, назвали поселок, его звали Гелен, но почему-то, было прозвище, Хаск Гелен, Хаск, это казах, может быть казах, или казах был, или некоторые говорят, мать у него была казах, ну, то есть, вот это переклетение, да, чувствуете, как было, и Балхаш, священное озеро, для уэратов, я знаю, который мы почему-то сохранили, уэратское название, храмов, сколько здесь, вот, Семипалатинск, это семь палат, это храмовый комплекс, буддийский, даже мой интересный был момент, я выкладывал в сети, просто ехали по степи, искали место там, для ритуала провести, смотрим, стоит камень, как будто вот, ну, погребальный, да, ставят же, холтас называется, по-казахски, и стоит на вершине кургана, ну, странно, то есть, это не кладбище какое-то, а где-то в степи, на вершине кургана, стоит, камень, мы останавливаемся, посмотреть, подходим, читаем, на нем написано, Аюка хан, представляешь, вы даже понимаете, какой Аюка, откуда, Аюка же это, там, по Волжии, а он здесь, что, и внизу подпись по-казахски, Урпах Тардан, то есть, от потомков, то есть, погодите, какой это Аюка хан, предполагаемо, что он здесь похоронен, и какие-то потомки, судя по всему, недавно поставлен камень, и, получается, приехали, поставили этот камень, недавно, понимаете, то есть, где-то живут казахи, которые считаются потомками Аюки хана, калмыцкого, леджунгарского, приехали, поставили этот камень, до такой степени, мои вот хейтеры, особенно, говорят, слушай, ты, говорит, сам сделал этот камень, то есть, мне делать нечего, да, вот, я сейчас пойду, закажу камень, да, чтобы просто заселфиться, то есть, они мне не верят, что такое возможно, я сам не верил, что я наткнулся в степи, и я жажду найти этих людей, если они увидят это видео, надеюсь, они на меня выйдут, то есть, переплетений очень много, у меня, скажем, вот ты привел, пример, род Хаск, да, есть, у нас в составе рода Аргынов, это самый, я считаю, интеллектуальный род, кстати, Диас, который вот на тебя вышел, он Аргын, в составе Аргынов есть род Сарук-Иргыз, который состоит из многих представителей других народов, то есть, при Аблайхане, различного рода дипломаты, гости, всяческим странным образом оказавшихся там людей из других народов, не казачьи, остались там, и вошли в состав рода Аргынов, и внутри вот этого Сарук-Иргыз есть три подразделения с подозрительными именами, Кбике, Чижи, Бике, Чижи и Санамур, ну, ясно, да, калмыцкие имена, джунгарские, уйратские, и эти ребята, они вот, они казахи, они вот в составе рода Аргына, и одна представительница этого рода вышла замуж, там, за моего друга, недавно, родила, ему калмычонка, то есть, это продолжается, понимаете, ну, так что, ну, поговорка, я не знаю, есть ли у вас такая поговорка, но мне кто-то говорил, что есть, в Казахстане говорят, если хочешь сына красавца, возьми жену киргейску, хочешь сына батыра, возьми жену калмычку, вот сейчас обиделись киргейзе, ну, красавца, красавца, если красавца, то узбечка. Сегодня у нас очень, очень такая, очень такая, интересная политическая обстановка, да, то есть, казалось бы, ребята, воины, давайте, нужно подниматься, но это не то время, калмыкии, от того и, у нас всего 180 тысяч, что мы всегда не молчали, всегда поднимались, всегда говорили, вот что делать, и сегодня у нас 180 тысяч, при том, что было очень большое количество людей, и, к сожалению, вот так, и я, например, сегодня считаю, что сегодня не то время, чтобы там, да, рвать шашку, резать голову, сегодня нужно работать головой, и как мы раньше просили у неба, ума и здоровья, больше ничего не надо, остальное все сами возьмем, да, ну, вот как-то так, ну, если это я опережаю, наверное, на тот вопрос, что делать, то есть, да, ну, нет, скорее, второй вопрос, это о текущем, второй вопрос о текущем положении, но прежде, чем перейдем к нему, можно я прокомментирую, твое мнение, насчет того, что вот, познать себя, там, и так далее, я абсолютно согласен с этим, даже вот, есть такая притча, да, приходит к учителю, к монаху, да, его ученик, и говорит, учитель, говорит, я решил отказаться от денег, тут ему говорит, дурак, у тебя их никогда не было, то есть, прежде чем отказаться от денег, ну, ты сначала их заработай, да, ну, что-то вроде этого, то есть, нужно постичь себя, надо усилить себя, постичь, развить и так далее, абсолютно согласен с этим, и мы этим тоже занимаемся, День казахской национальной одежды, например, вот, моя группа, по крайней мере, да, вела, ну, и другие там, по мелочам, то есть, каждый из нас должен непременно заниматься своим народом, потому что это и есть наша непосредственная родина, наши родители, это мы, по крайней мере, на протяжении последних, там, 500 лет, правильно, мы казахи, можно я тебе вот такую личную вещь скажу, я никогда это не говорил, публично, у меня мама с Астрахани, она ушла уже из жизни, и с детства она нам пекла баурсаки странной формы, борсаки, да, у нас баурсаки, я больше нигде не видел этих баурсаков, кроме как у моей мамы, они, знаешь, такие, спиралью закрученные, понимаешь, о чем я, да, и представляешь, я уже похоронил маму, я через пару лет оказался в элисте, и приезжаю в обычной столовой, и вижу мамины баурсаки, понимаешь, представляешь мои чувства, но более того, в тот же практически вечер, я приехал навстречу, у вас, у меня в шахматном городке есть юрта стоит, и там была встреча, мы писали интервью, и я захожу, и вообще обомлел, там на площадном месте стоит сундук, и сундук точно такой, какой у меня был в детстве, вот точно такой, я специально облазил его, искал различия, даже казалось, царапины там такие же, представляешь, я даже сфотографировал, и братьям отправляю, и они там тоже растрогались, так чувствовались, то есть мы все детство его облазили, понимаешь, как-то миллиметр и знали, и это вот личные мои примеры, а пример, если из процесса возрождения нашего народа, например, нас же тоже разграбили, например, музыкальную культуру казахстан, оставили нам одну добру, дали ей грушевинную форму, типа, по ГОСТу теперь вот так, а все, большинство музыкальных инструментов просто уничтожили в советское время, и в 70-е годы был такой у нас искусствовед, музыковед, Сарбаев, он начал возрождать музыкальные инструменты, ну и как он это делал, он, да, натыкался в описании, что были такие инструменты, но он ехал к соседям, к тувинцам, к шортсам, к хакасам, и по описаниям видел, вот, у них сохранился, и он брал оттуда и восстанавливал, и теперь у нас есть, например, житоген, да, вот она как арфа, вот так играет, потрясающие, лирические мотивы, то есть получается так, что сколько ты не развивай себя, это нужно однозначно, развиваешь, укрепляешь, да, я ковмых, да, я козам, но не понимая и не постигая друг друга, мы не сможем до конца возродиться, понимаешь, то есть то, что утеряно, что у нас я говорю, как раз-таки сегодняшнее время нам и говорит, что где-то чего-то осталось, видишь, у нас, а что-то осталось у вас, и вот, например, ваш музыкальный мастер поехал и у тех народов чуть-чуть раз взял, и мы также обращаясь в ваши архивы, разговаривая со старшим поколением казахов узнаем о наших, что они думали, что говорили, какие общения, роды, общие связи, поэтому не без этого, конечно, не без этого. Вот это получается как две ноги, понимаешь, одна нога это вот я, я сам, я ковмых, и вторая это вот рядом есть казахи, там, кубинцы, там, и так далее, то есть нужно объединение кочевников, чтобы возрождение немыслимо без единства, единства, немыслимо без возрождения, это как бы связанные вещи, но все-таки перейдем, ты, как всегда, опередил, человек, смотрящий в будущее, давай перейдем к следующей теме, это текущее состояние дел, как дела у ковмыцкого народа, мы наблюдаем в Казахстане, в принципе, всякие перипетии были у вас в прошлом году, был возмущен ковмыцкий народ, когда посадили этого бандита с Донбасса, и народ встал, и я помню вот этот возглас, это наш город, то есть, ну, вот эта гордость начала просыпаться, вот эта песня была замечательная, написанная и исполненная калмычками разных стран, как сейчас ситуация, как бы ты ее описывал, что происходит в калмыкии? Ну, вот, смотрите, немножко к песне, песня была чуть-чуть раньше была, на год, вообще всех событий, но я всегда считаю так, мы язычники, и верим, если не суждено, не случится, а если что-то будет, оно будет, и вот эта песня, она как раз легла, она передала, получается, боль народа, страдания народом, если вы можете перевести ее, есть субтитры на русском языке, вы можете понять ее, о чем примерно поется там, то есть, мы поем о том, что хватит уже между собой ругаться, даже между собой, да, то есть, какой-то тоже вот из-за наследия советского времени было внедрено между нами в Урсизм, и мы вот начинаем делиться, вот ты отсюда, ты такой, а те, кто оттуда, они такие, это вот, типа, вот как вот, с первого, с младшего джуза там они все дураки, а со старшего джуза они все там все хитрые, а средний джуза они вообще там такие, ну, я не говорю, что я знаю, ну, примерно так, то есть, у нас есть вот там тругуды такие, дурюды такие, то есть, опять же, советское наследие, поэтому пришло такое время, я считаю, что оно само по себе, и наличие того же самого трапезникова, да, на сегодняшний раз спустя два года, я понимаю, что, если не пришел бы, ну, как вот, Нур-Султан у вас был, 20 там с лишним много лет, да, очень долгое время, и он настолько сел, да, крепко, и что многие там люди, ну, мне так кажется, что многие люди не понимали, к чему он там ведет, куда он ведет, да, я уверен, что не будет такого человека, как Нур-Султан, Казахстан рванул бы чуть-чуть быстрее, из-за близости с таким мощным соседом, вы бы могли бы с ним рядом идти, но Нур-Султан выбрал идти рядом с Россией, и шел он очень мимо. Ну, это лично мое мнение. И я к тому, что в смысле, и у нас был такой человек, и они на смену приходили немножко хитрые, где-то умели управлять, и люди спали, они не обращали внимания, если какие-то очаги возгорались, этого не было заметно, очень быстро локально тушили, или там давили кого-то людей, и этого не было заметно. Но вот как раз таки с появлением трапези очень большое количество людей возмутилось, как так, мы же не дураки, да, мы не овцы, чтобы нам ставить козла, чтобы он нас водил, правильно? Опять же, потом поехали дальше, все вот эти вот решения, сегодня интернет, все это все видно, все это быстро разлетается, и все решения, которые были приняты тем правительством, которое было назначено, все эти вещи, они людей избудоражили. И вот на сегодняшний день я не говорю, что все но очень большое количество людей у нас в Халмыкии просыпается и начинает думать. А это, наверное, самое важное, самое главное, то, что, по крайней мере, я хочу. Я хочу, чтобы люди начали думать. Даже не больше, да, перестали там бояться, ничего страшного, пусть боятся, но думают. и вот там думают, что говорят им, начинают сравнивать, анализировать, потому что, ну, так же за веру, за чисто мою, тоже ничего не забрать. Вот они вот так делают, и все, вот так делают, и все. И сегодня для себя, опять же, видите, решил выбрать такое направление, где я могу показывать те вещи, о которых, например, государственная пропаганда молчит. На сегодняшний день в Калмыкии, ну, это, наверное, там слишком громко будет сказано, но из-за таких более раскрученных каналов, там, где больше людей там у меня смотрят, то на сегодняшний день говорящих о проблемах современного общества канал, наверное, в Калмыкии один. Ну, вот так вот. Я думаю, Ну, так какие проблемы? Что происходит? Я знаю, что половина Калмыкии тусуется в Москве. Ну, проблемы, вот смотрите, просто тут, видите, проблемы не начались вчера, и они даже не начались с Советского Союза. Они начались, когда мы проиграли войну трех империй. Ну, это я так думаю. Когда были три большие империи, и вот по общему сговору России и Китая, ну, манжуров, да, мы проиграли тогда. И с этого момента мы превратились в такую, может быть, я оскорблю многих калмыков или еще что-то, но мы превратились, вот как чеченцы сегодня у Путина, так и мы были все время у России. мы стали наемниками. То есть нас осталось настолько здесь мало, чтобы мы могли диктовать свои условия, но настолько много, чтобы с нами считались. И мы просто делали то, что умеем. А умели мы воевать. И на протяжении всей истории мы просто воевали здесь. И ложили своих сынов, дочерей, внуков за то, за то, что, не знаю, вот к чему мы пришли. Сегодня мы 84-й регион из 85-ти регионов, потому что 85-й тыла. Это не просто так тоже. То есть это два имперских народа в составе России находятся в наиплачайшем состоянии. То есть люди доводятся до такого состояния, чтобы не было времени думать, кто он, а что он, а право ли ему он имеет какое-то. Он просто находился в постоянном поиске жилья, еды, денег. и например, такая политика, я так думаю, я не знаю, либо это политика, но уже, например, спустя время, я анализирую все время, которое происходило с моим народом, уничтожение языка планомерно. Сто лет назад язык запретили преподавать на родном языке предметы. И вот во что это выглянулось, да, война гражданская, большая часть моего народа осталась царем, верно, не предавала, и знаете, что случилось тогда с ними. Ссылка тех, кто остался здесь, кого не зарезали красные, коммунисты выслали женщин. Геноцид, прямо откажем, геноцид. Получается, это геноцид с 1771 года, как только мы, Калмыкия, разорвались на два народа, с этого момента мы перестали принадлежать себе. И приходили люди, которые были как будто бы свои, но выполняли политику оккупантов. и на сегодняшний день мы в таком состоянии. Поэтому, возможно, молодежь сегодня умеет думать, умеет искать информацию, и поэтому случилось те события, о которых мы говорили. То есть на этом мы не заканчиваем. 29 активистами 29 мая объявлен турм, это съезд, это как у вас съезд аэрат калмыцкого народа, куда приедут, куда мы приглашаем самых активных, ярких, не только политиков, музыкантов, врачей, педагогов, тех людей, кто имеет вес в народе, где мы будем говорить на три темы, ну, уже хорош, уже хватит ждать кого-то, нужно брать все в свои руки, как и раньше, решать проблемы сообща, то есть у нас никогда не было лидера хана, которого супер, у качанников нету жахана, который за всех все решает, такого не было, на общем кругу выбирался лучший из равных, так же, и мы вместе были, вместе тусовались, вот примерно вот так же, к этому мы и делали, на сегодняшний момент вот все вот к этому шло, вот эти два года вылились вот в эту конференцию, которая будет 29 мая этого года выйти. я думаю, что на ней мы очень много решим, потому что приглашаются практически все калмыкии, не только которые проживают на территории калмыкии, мы приглашаем и калмыков, которые постоянно проживают на территории других стран, и нужно решать наши общие вопросы. Так вот, из всех айрат по всему миру как их называются, атрибуты государственности есть только у нас, и поэтому я говорю, сегодня мне очень важно защитить калмыкию как государство. Российская Федерация это есть еще государство в государстве, и вот эти атрибуты нужно сохранить, то есть айраты раскиданы по всему миру, но они все в составе чего? У них нет отдельной земли, да? А у нас есть. И вот мы бы хотели ее сохранить, и вот об этом сегодня мы, ну, все наши мысли должны. Хорошо, прежде чем говорить, что делать, я в двух словах тоже нашу ситуацию обрисую, может быть, я не буду ходить так далеко, как ты сказал, да? Все-таки этот молох имперский нас начал подавлять не так давно относительно. И хотя русские трубят о присоединении Казахстана к России с 1730 года, но на самом деле реально это произошло где-то в середине 19 века. 19 века. Русские оказались впервые здесь, вот в Семерячи, да, дошли. До этого были просто отношения какие-то там, при этом набеги казахи продолжали и так далее. Значит, при Российской империи они очень медленно, неуверенно делали шаги по подавлению, тем не менее, в итоге это вылилось в восстание 1916 года, в Курсе, наверное, да, вся Средняя Азия здесь полыхала, и об этом тоже стараются не говорить, но это был первый геноцид, по статистике там половина хозяйств была просто уничтожена, вырезана, понимаешь, да, в 20-е годы и 30-е годы был так называемый Аршавшилык, геноцид Голодомор, еще такое слово было, тоже половина казахов была просто брошена на голодный смерть в степи, весь скот был отобран, у нас тоже самое, после этого было вот, методы одни и те же, и, кстати, этими же методами американцы уничтожали индейцев, собрали вопросы после этого культурное подавление, после которого половина казахов сейчас не знает языка, я сам русскоязычный казах, я 28 лет только начал изучать язык самостоятельно, сейчас говорю снослом, но литературный язык это еще постигать и постигать, у нас три с половиной миллиона слов в словаре и теперь с обретением независимости казалось бы надежды появились, но султан Абишич повел политику такую, что сперва экономика, потом политика, то есть сделал акцент на том, что давайте зарабатывать ребята, и тут нашли нефть и понеслось, все казахи поняли, что можно жить богато, можно купить дом, еще дом, джип, еще что-то, то есть все забыли обо всем, только деньги, 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 но соответственно только недавно получается появились программы национальные по историческому возрождению, отличные программы, благодаря одной из них я оказался вылезти, кстати, и проехал почти по всей степи и по миру, по следам кочевников, но теперь ситуация ухудшилась, люди в принципе насытились, но начали смотреть по сторонам и стали что-то прижимать, что-то нефть упала в цене, это естественно отразилось, то есть экономика уже как бы начала буксовать, но вот когда нефть начала падать, стал падать уровень доходов, люди стали смотреть по сторонам, и сейчас на данный момент можно сказать, что впервые мы начинаем чувствовать то, что чувствуют наши соседи, допустим, когда нет зарплаты, нет денег, особенно вот эта пандемия ударила, и соответственно начались митинги, протесты, и на данный момент еще и всяческие угрозы мы все время чувствуем, с одной стороны Китай, который время от времени делает заявление, ну, я говорил про эти территории, где я живу, они когда-то принадлежали сначала джунгари, а потом, когда она была разгромлена, пришли к Китаю, соответственно, они считают, что это их земля, соответственно, наши проблемы с северными регионами, где очаги сепаратизма, так называемая вата, которая, думаю, усиленно стимулируется из Кремля, соответственно, вот эти заявления Путина про подарочки русскому миру, которые обречены в первую очередь к нам, вообще-то, да, и заявления там депутатов, что, ну, российских, о том, что северные регионы это вообще-то исконно русские земли, и, соответственно, давление радикального ислама с юга, и эти ребята проникли во властные структуры, да, это страшная беда, потому что зомбирует молодежь, они уже не видят, не слышат ничего, никаких доводов, только вот халифат, ислам, там, Аллах и все такое прочее, в то время, как мы тянем к нашим тысячелетним корням, и мы понимаем, что казахи никогда не были особо набожными, мы все время обалдеем вот с вашими ребятами, что калмык такой же буддист, как и казах, мусульманин, да, на самом деле это ингредианство, которое вот путано в эту такую, покрывало, буддизм, покрывало ислам, а вот этот радикальный ислам, он прямо наносит ущерб, уничтожить одно, другое, третье, и получается, что мы сейчас под давлением с трех сторон, Китай, Россия и исламский юг, вот такая в целом ситуация, и как бы можно переходить, наверное, к вопросу, что делать, ты уже начал постепенно говорить, да, в такой ситуации, почему мы общаемся, может быть, мы как потомки кочевников в Великой Сити, сможем увидеть какую-то там перспективу, что-то, может быть, вместе поймем и что-то вместе сделаем, как ты думаешь, что надо делать? Ну, у меня раньше было такое понятие, есть, не знаю, либо где-то я читал, либо где-то видел, либо кто-то мне говорил, есть понятие новые деньги, или как новые ресурсы, и старые деньги, и старые ресурсы. Вот старые деньги, старые ресурсы, это обычная работа, это, как называется, скажите, ну, вот это нефть, золото, добыча, это все, это старые деньги. Новые деньги, я считаю, что это вот как раз в области технологий, в области блокчейна, в области развлечений и в этом плане я считаю что вот например на сегодняшний день русский youtube делают казахские видео видео оператора весь развлекательный контент казахский рэп он уже зарекомендовался то есть те вещи тот продакшн который создается сегодня на территории казахстана это очень круто же это экологичный бизнес высоко активный высокодостаточный да то есть они создают всякие разные сериалы я вообще поцел на ваши сериалы сержант братан всякие такие вещи я просто хочу к чему клоню как раз вот что делать если даже посмотреть на сцену русскую страду какое большое количество гемористов казахов азамат девочка там прикольно там очень большое количество людей я к тому что это ли не показатель того что кочевник он может оптимизироваться в этом в этом пространстве и идти к достижениям целей именно в этих вещах это не нужно тебе каких-то там затрат как раз это не будет идти в разрез с нашим мировоззрением мы не будем уничтожать свою собственную природу мы не будем там гадить на нее мы не будем поставлять друг друга за кулачок земли там не будем там что-то в этом роде я вот поэтому думаю что выход из вот таких вот сложных ситуаций это вот чтобы мы в этот вписались современное общество потому что мне кажется тогда мы проиграли потому что мы не смогли перестроить когда был вверх там вверх воин закончился и пришел вверх дипломатии и мы не смогли договариваться даже когда мы побеждали дипломатически мы не закрепляли не закрепляли эти договора то есть вот как-то вот так и сейчас выход это встроиться в современное общество не забывая на шикарном вот наверное я так думаю ну а то что ты политическую там деятельность это прям это прям обязательно каждому человеку я считаю что вообще систему образования нужно менять ребенку нужно давать основу политики это это же выгодно когда у тебя большое количество людей глупые им не надо ничего объяснять вот им объяснил что джунгары враги и вот на этой идеологии и собрал большую толпу и пошел нефть выкачивать а вот эта большая толпа там ходит и бьет там джунгаров там да уничтожает буддистов или еще что-то в этом роде ну или там с нами то же самое то есть я потому что как-то так ты должен разбираться в политике должен знать в политике грязь политика грязная я считаю что политика грязная потому что в не грязные люди вот так круто да и если опять же политика это та же самая религия вот я буддист он мусульманин мы с ним общий язык не находим но мы вместе в этом городе допустим сосуществуем же находим какие-то точки соприкосновения у нас праздники у раза вайран закончился а у нас видите наоборот начался у них пост закончился а у нас начался а христианский вообще еще раньше был домик за месяц этого также там чуть-чуть пораньше поэтому к тому что сосуществовать надо и если у тебя политические взгляды немножко иные и там и у этого человека тоже иные это не это не повод чтобы мы с тобой достали там пистолет и друг друга убивали это повод чтобы мы с тобой сели и пришли к этому мнению я думаю что нужно помогать мальчиком а ты говоришь нужно помогать девочкам а вот мы вместе с тобой сядем и поможем и тем чуть-чуть и этим чуть-чуть отлично так мы с тобой ругаемся ты не по ты один сам помогаешь только мальчиком девочки кричат также им никто не помогает и в итоге только мальчики двигаются и вообще там да ты меня там заткнул и вообще ну вот как то так и ничего ничего не получается поэтому я считаю что чем больше будет политически активных людей потому что чингисхан захватил всю планету потому что у него были политически активные люди которые знали что нужно объединиться перестать воевать вот этими маленькими кучками а стать одним большим государством и вывести войну за пределы своей границы чтобы не было бед на двоих и вот и все и то же самое сегодня то же самое много чем больше политически активных людей будет тем больше будет разных мнений чем больше будет разных мнений тем больше тем больше вероятность выйти к ответу который будет ближе к истине ну наверное так а когда к власти приходит человек которому всю жизнь отбивали голову ногой и все откровенно понимают что это самый тупой из калмыков понимаете и что его сегодня воспринимают во всем мире как представителя калмыков и и то что вот он вот так вот так вот так вот так вот себя ведет но для нас для меня лично это очка ну не стыдно я испытываю испанский стыд что вот о таком человеке будут говорить что все калмыки вот такие меня стыдно вот поэтому наверное чтобы не было чтобы было проект ну чтобы было правильное представление что мы хоть и малочисленный но очень гордый и свободолюбивый народ мы не не можем молчать язык заткнувшись там сидеть там потихонечку подачки получать и молчать как это все это время происходило поэтому я вот опять же ничего нельзя решить по вопросам без участия государства по вопросам традиционного внедрение традиционных моментов внедрение родного языка внедрение там системы образования небольшой плюс там какой-то без помощи государства невозможно без людей патриотов и знающих там дает себя в этой области в политике невозможно никому там не нужно чтобы я знал талмыцкий язык то есть соответственно нужно сделать так чтобы человека туда продвинуть тому кому будет нужно чтобы я знал талмыцкий вот я думаю что так и когда мне говорят люди я политичен я там вне политики я стараюсь держаться в стране я думаю что этот человек как минимум очень вот и все все вопросы решаются политики наше дальнейшее будущее решается там если мы там не участвуем то о чем мы можем здесь можно я прокомментирую отличную тему завел насчет встраивания в мир и привела довольно таки веские аргументы и примеры мы казачьи мы гордимся тем что делают наши соотечественники наши братья димаш до сколько наших но вот сам назвал есть еще азамат вот это да мусагалиев в мире казахи хорошо ведут в мире идут я знаю и калмыков кстати девчонки шахматистки отличных ну эту тему давай может быть как бы напоследок оставим просто сейчас хотелось бы немножко тоже о реалях поговорить вот игрушка политика там нужно чтобы там меньше грязных людей было нужно этим заниматься согласен я там был далек от политики и сам повторял эти слова которые ты сейчас приводил да что это грязно это не мое пока не понял что я не могу спокойно заниматься культурой пока политика занимается ею тоже политика направляет культуру туда куда хочет она они туда куда культура должна двигаться как живой организм сама и получается что приходится заниматься но заниматься немножко по-другому но к тебе вопрос вот смотри ты говоришь наши проблемы начались там и назвал до историческую ссылку примерно в это же время именно в это же время возникла некоторая матрица которая в принципе и создавала все проблемы вам именно в это время вот игришь но ваши проблемы начались там это 17 век ну именно тогда образовалась ваша большая проблема которая потом стала проблемой башкир а то сибирских татар шорцев-хакасов вплоть до чукчи потом это стало нашей проблемой теперь вот эта проблема она как бы как бы вы не показывали свою доблесть свое благородство верность эта проблема каждый раз показывала вам свою черную неблагодарность не отвечала геноцидом унижением уничтожением и теперь самое важное что нужно понять наверное эта матрица вообще не изменилась и последний пример ребят которые сказали мы маленький но гордый народ он был растоптан этими ковровыми бомбардировками прямо рядом с вами до треть народа чеченского просто было уничтожено то есть в этой ситуации особенно если иметь ввиду что сейчас не только у обозначенной нами проблеме которая уже опять начинает становиться и нашей проблемой претендуя на наши северные земли да сейчас не только вот в этой проблеме но есть и глобальная проблема сейчас весь мир начинает потихоньку скатываться к авторитаризму я так думаю что с такой тенденции в ближайшее время о демократии вообще как о концепции можно будет забыть так ну возможный вариант соответственно если матрица не изменилась если эта проблема остается прежней и понятно же что тот парень которого били по голове ногами да он это просто тень этой проблемой также он даже не виноват ни в чем понимаешь его его убери поставят другого также и как быть как вырываться из этого неужели ты не понимаешь что так же как вот с дедами или кто вот поколение дедов до твоих было запихано в товарные вагоны и брошены в сугробы на съедение волкам я недавно прочитал это посмотрел видео это ужасающую историю как на поедание волкам просто сбросили целую общину калмыках то есть матрица сделать то же самое ты это понимаешь но смотрите на сегодняшний день если бы не было видно что возможно перемены то есть если бы не было хабаровск если бы не было если бы не было таких представителей то есть мы 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 видим анализируя их работу то есть того же фургала хабаровский то есть находясь в этой системе поддерживаемых друзьями хорошими нормальными людьми он очень неплохо начал развивать регион до такой степени что ему сказали а я так нельзя то есть соответственно у нас сегодня нет желания да как делать как чеченцы делать как мы раньше всю жизнь все поколения делали срывать шашки и кричать все это вот так вот так и никак иначе сегодня задача номер один воспитать поколение поколение который будет самодостаточным наполненным моральными культурными традиционными и традиционными ценностями моего народа это задача номер один и она наверно все и это наверно одна из это все что я делаю то есть все что сегодня я выпускаю и работаю направлено на то чтобы поколение которое идет за нами вот мы когда стали говорить о патриотизме кинулись а старших уже нет спрашивать не около ковыряться там где-то 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 все по крупицам собирать искать там да все это было очень сложно там и вот все такое и вот мы сейчас этим занимаемся небольшая кучка людей а сторон я считаю что оставляем это вот в виде видео уроков виде от наших с вами с тобой лекции как раз для них потому что как ни крути мы все равно да продукты тех вот тех тех времен тех воспитаний даже если мы немножко сломились но оно у нас есть и если мы сможем воспитать поколение без предрассудков ну вот как вот говорят же евреи 40 лет ходили для чего чтобы выбить из крови дух рабства чтобы два поколения выросла свободными людьми то есть сегодня мы с вами пока говорим и делаем совсем немного следующее поколение которое придет за нами будет делать больше и говорить чаще я думаю что поколение которое придет за ними уже не будет говорить вообще а будет только для ну вот наверное как-то так много это романтичная картина я же говорю общая тенденция глобальная а просто это романтичная картина она позволяет работать понимаешь а когда как только мы калмыкии у нас даже нельзя вот так сделать считается как ты вздыхаешь ты живешь дышишь воздухом кайфуй ты балдею у нас даже слово есть джиргол джиргол это жизнь а второе его значение счастье что означает жизнь есть счастье то есть соответственно если я буду допускать я вот раньше если я буду допускать все те вещи которые о которых ты сегодня говоришь о этих глобальных проблемах о тех вещах которые вот сегодня творятся если если буду их допускать я утеряю самое главное я забуду передавать позитив детям тот настроен ради которого я вообще двигаюсь а если я буду это все принимать говно ну да вот это вот злость я детям буду злость передавать я не смогу да я через себя пропуская я буду только передавать вот это вот там то случилось там это случилось это здесь поругались там то поругались ну поэтому я может быть сознательно я держу себя в информационном поле но сознательно я рублю вот эти вещи для того чтобы поставить себе максимальную цель и идти к ней всю жизнь всю жизнь которой есть счастье вот а если ты не ставишь этих максимальных задач если начинаешь допускать блин ну все же это невозможно это уже поменяют там все такое этого поменяют но мы его сможем поджать его с этой стороны плечами потому что этот пришел с другой стороны а другого я же говорю мы сейчас сегодня говорим о том чтобы кого бы не поставили чтобы общество могло взять его со всех сторон и он никуда не пошел чтобы сверху ему никто чтобы ничего не говорил здесь его сбоку держат вот к этому мы идем то есть неважно какая будет голова чтобы все понимали как едины двигались как единый организм и двигались в будущее я думаю что вот так правильно потому что без такого запала я думаю не получится вообще даже движения какое-либо ты через полгода руки опустишь потому что здесь тебе не платят деньги ты не построишь себе там дворцы ты там не купишь 7 миллион машин заведешь себе топову лошадей ничего в этом ты выбрал ничего такого не будет ты просто делаешь потому что ты хочешь это делать ну я по крайней мере для себя и если я буду еще и мыслями себя угнетать то я просто сгорю буквально через полгода и все ну я очень рад что у тебя такой позитивный заряд и время даже подзарядился за три тысячи километров находясь и ты мне напоминаешь брата моего у меня есть младший брат он оппозиционер убежденный пишет постоянно мы не оппозиционер это у нас позиция к сожалению те кто власти вот они в оппозиции отлично правда надо но вот он занимается вот этими политическими вопросами а я занимался всегда культурными и мы друг друга поставим и спорим друг с другом я могу ничего не докажешь вы ничего не сделаете без политики так далее то есть мы там 20 лет не спорим в тебе я смотрю мы оба короче присутствие культурным и политическим занимаешься ну все-таки перейдем вернемся точнее к сформулированному твоему магистральному направлению мне кажется она абсолютно актуальна и как показывает столько примеров ну и в материальном плане благодарная да и для творческих амбиций если ты себя там считаешь каким-то творческим да и соответственно вот казахи говорят атомш фаса балану верте если ты не прославился то подожги степи ну то есть хотя бы тогда у вас наверно тоже важно когда прославился свой народ прославил да и то есть если ты хочешь заработать стать знаменитым то вот пожалуйста козырь это направление обозначил это творческая реализация используя современные методы и ресурсы просто-напросто надо проявлять себя и я почему вот так горячо поддерживаем потому что еще в 2008 девятом году я разработал концепцию она называется не аноматы но у меня и группа не аноматы да в контакте и вообще все что мне не попадается я называю не аномат не аномат есть фонд не аномат там был другой не аномат и так далее то есть новые кочевики и это обсуждали с геной корнеевым ваш ученый да и он четко подчеркнул что эта концепция имя именно есть конструктивная не то что он меня хотел похвалить но он именно обозначил что это перспективное направление почему потому что если мы будем вот там одеваться по-современному вести себя по-современному там говорить на популярных сейчас языках то есть мы превратимся получается в никому не интересных таких же среднестатистических человечешков а но когда ты оказываешься в каком-то обществе где вот не видели калмыка да и тебя спрашивают калмык и ты начинаешь им рассказывать то есть гена интересную мысль высказал что важнее не внешняя форма вот мы можем по-современному одеваться а внутреннее содержание во первых и во вторых именно это интересно сейчас миру понимаешь что они видели уже китайцев они видели там аборигенов видели то 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 они видели все кроме кочевников великой степи здесь у них до сих пор либо зияет такое пятно белое пятно либо полно всяких штампов предрассудков шаблонов которые абсолютно отыграли уже не имеет никакого смысла и сколько я не общался с различного рода художниками музыкантами даже режиссерами да казалось бы современная профессия это не там не этническое что-то но вот все в один голос говорят есть потребность для мирового зрителя и слушателя в аутентичной колоритной уникальной культуре вот все три слова под нас подходят мы колоритные мы уникальные мы аутентичны ты почему вот этого не делать да почему этим не заниматься почему вот сразу решишь несколько проблем ты заработаешь на этом ты прославишь себя ты прославишь свой народ в мире а там еще какая завязка интересно есть вот димаш вышел спел да там там бройского вырезом с национальными инструментами он всегда подчеркивает этого красивом чапане выйдет в казахский говорит да с переводчиком но специально думаешь он не знает английского и теперь значит я разговариваю с директором туристической базы у нас здесь есть называют юрты все дела да полно у нее туристов в общем все прекрасно зарабатывает я говорю ну как димаш вам она говорит представляешь это мой агент смысле ваш агент ну вот он говорит поехал в китае выступил концерт ко мне поток туристов в китае поехал в россию выступил ко мне поток туристов в ангрии поток туристов то есть где димаш оттуда и туристы едут понимаете а турист кормит девять человек водителя повара там гида да и так далее то есть люди зарабатывают не только димаш зарабатывают но казахи зарабатывают через благодаря ему сколько сейчас запросов дамбра чапан да и уже хотят этот чапан там купить дамбру заказать понимаешь то есть я полностью вот поддерживаем твою вот эту вот идею что нужно творчески в информационном цифровом пространстве реализоваться просто видишь я подчеркиваю что прекрасно будет если вы вот именно культуру свою будете нет я я вот как раз таки говорю основывается только на своем культуре своем уже потому что показывать как я хорошо говорю на русском языке но кому это интересно узкоглазый черный русскоговорящий но это может быть недельку интересно будет ли все а если я буду говорить о себе о том насколько богатая культура моего народа не только начну рассказывать о танцевальном культуре о песенной культуре о эпосной да у нас наш народ подарил миру четыре эпоса в общем поэтому я так говорю нужно только на основы на нас а без прошлого поэтому только основа на своем на своем наследие то что у нас есть и только так можно даже если получишь уникальный опыт и удовольствие от знакомства собственной культурой сегодня у нас по крайней мере я вообще иногда бывает просто в стазе когда узнаю такие вещи сакральные которые вот в быту применяются раньше например я об этом не знал вот так вот я когда когда я столкнулся с нашими свадебными традициями я вообще был ужасен когда я там узнал как за воспитывали девочку как одевались то есть человек сдалека мог определить сколько у него детей скажи на сколько там если у него на выданье кто-то там сколько у него там табу ну а просто по одежде по девушке можно было понять вас за сватом не за сватом сколько у нее там этого специальный орнамент у нас по шапке можно было определить с какого рода вышла к тебе жена замуж то есть она половина шла там одна половина другая это настолько все это было вшито в традиции что практически не нужно было говорить все было такая как это называется культура поведение вот такая эти 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 к наверно на очень высоком уровне я когда в первый раз узнал что например у нас при входе в помещение да или где то еще кто здоровается старший или младший или младший первым младший должен вот у вас как младший должен поздороваться да со старшим да вот а у калмыков старший первый должен поздороваться или там мужчина потому что считалось так младший не из-за такого что он сильно уважает старшего он не имеет права подойти к нему и без успокоить его своими разговорами старший обратил на тебя внимание он сказал тебе здравствуй он тем самым разрешает тебе с ним заговорить общаться там он дает тебе время то есть ты его не отвлекаешь вот в этом заключалась разница я когда узнал но здесь очень такая интересная я полностью согласен просто единственный грюк какое-то дополнение к этому в моей концепции например вот это не аноматской поставлена именно идея того что мы вместе это сделаем то есть так же как чингис хан там атила все прочие наши герои объединяли племена и как ты говоришь война на чужой территории вот примерно то же самое надо сделать в информационном пространстве объединить идеи культурные какие-то основы музыку там танцы и так далее это все объединить и вот такой поход информационный поход сделать на мировой уровень штурмовать сейчас вот голливуд гаснет потихоньку но нетфликс нетфликс поднимается это в принципе доступно там уже есть наши ребята просто сколько историй из ними сколько сюжетов вот именно там я не знаю почему-то фильмов не снимают все они думают там что запад у них все кончилось а греции все сняли все кончилось что ли да там пару фильмов и все вот она история там возьмите там небольшую там промежуток времени когда там сколько хочешь фильмов можно снимать столько драмы столько трагедии столько героизма ну я думаю да это очень классно правильно надо вот но это что кино это же не просто там какой-то рассказ сюжет это реклама твоей культуры как только кино поднимается на мировой уровень сразу весь мир начинает покупать например искать эти продукты увиденные эти музыкальные инструменты хотят побывать на этой ты знаешь даже вот этот борат есть от которого всех казахи морщится обоснованно но первый борат когда вышел на 30 процентов поднялся туризм на самом деле я например всегда отношусь так даже плохой пиар это есть вот меня из-за моей деятельности там полоскают как хотят я не реагирую зато те люди которые никогда обо мне не знали они в итоге придут и уже сделают выбор вывод там да такой я человек или не такой наша цель я считаю такая должна быть вот ты ты едешь куда-то другую страну да а ты обязан ездить ты блин потом качанников не сиди дома до приедешь в любой город мира и ты можешь здесь найти ресторан степной кухни даже несколько ты можешь здесь записаться на курсы домбры ты можешь разучивать там танцы ты можешь там учиться я не знаю кузнечному искусству боевым искусством степным да то есть так же как сейчас модно популярно известно а же итальянская кухня да также те же японские боевые искусства даже там не знаю что еще то есть все народы уже прорекламировали себя и всем известно все их попробовали уже пора нам это сделать то же самое и сделать вот этот информационный культурно информационный поход экспансия которая должна вот в умы мы должны залезть людям показать самый сок нашей культуры наших древней нашей истории мировоззрение нашего потому что ребята вообще-то мир официально признает что он в тупике это признают и политики и философы никто не знает куда дальше идти мы знаем мы всегда знали это мировоззрение тенгри это вечность поэтому мы должны сейчас заявить о себе самое время пришло мы на этом заработаем мы на этом поднимем и свое имя сделаем популярным и имя наших народов нашего единого кочевого народа народа вылочный а возможно и оздоровим весь мир и однозначно весь мир ну давай на этой мажорной ноте наверное закончим да может быть пару слов последних у тебя есть что сказать не последних но я пожелание пожелание жителям жителям братьям ахмырды наружая ну я думаю что ближе говорят калмыки монголы говорят калмыки тюрки я скажу что галмыки айрат мы и не тюрки и не монголы где-то посередине вот и того есть нас и этого есть нас вот мы вот такие так что давайте жить дружно я тебя наверное разочарую покушусь на твою вот уникальность которую ты сейчас заявил что вот айратовы такие я тебе скажу все тюрко-монголы все такие у каждого тюркского народа есть монгольские элементы поэтому мы действительно единый народ народ волочных стен как чингисхан говорил хватит эти срачи это недостойно чингисхан вот за его имя сейчас дерутся ну таких как вы ребята которые пытаются быть причастными к его имени да он варил заживо в котлах а если вы хотите какое-то отношение к нему иметь следуйте его заветам единство кочевников великой степи только вместе мы выживем только вместе мы поднимем нашу степь и завоеваем этот мир во всех его направлениях ахмед всего доброго команда канала зан онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков большое спасибо благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео с уважением Максим Цыденов Максим Цыденов